Добрый день дорогие друзья, уважаемые любители числовых лотерей. Меня зовут Сергей, я представляю команду лотерейного аналитического сервиса Epicurica. И сегодня мы продолжаем цикл видео под таким названием «Как раскрыть секретный код лотерей и выигрывать чаще». Первое видео, если вы помните, было посвящено общему обзору того, каким образом люди пытаются заглянуть в будущее и угадать предстоящие комбинации в той или иной лотерее. И мы пришли к выводу, что мы будем придерживаться так называемого системно-рационального подхода, поскольку считаем, что он наиболее эффективный в данной работе. Сегодня второе видео, и оно будет посвящено непосредственно прикладному аспекту того, как этот системно-рациональный подход может применяться в анализе лотереи для того, чтобы увеличить шансы на выигрыш. И сегодня мы покажем, как можно сделать такой инструмент, индикатор условно, который называется «Индекс редкости комбинации». Мы обратим внимание на конкретные шаги алгоритма, чтобы вы могли самостоятельно сделать такой индекс для практически любой лотереи, которая вас интересует, и пользоваться им, тем самым повышать свои шансы на выигрыш. Но сначала несколько слов о том, что такое индекс редкости комбинации и зачем он нужен. Индекс редкости комбинации представляет из себя индикатор, который позволяет сказать, насколько данная конкретная комбинация чисел, которые вы собираетесь поставить, является редкой, ну или другими словами даже странной для числовой системы данной лотереи. И, соответственно, понятно, что чем более редкой или странной является этот набор цифр, тем меньше вероятность, что такая комбинация выпадет, в принципе. Поэтому нужно ставить комбинации, где такой индекс редкости будет минимальным. То есть будет показывать, что комбинация является не странной для данной числовой системы лотереи, а регулярной, наиболее часто впадающей. Ну, например, вот если вы посмотрите на две эти комбинации, то чисто интуитивно, наверное, можете предположить, какая из них будет более редкой, вообще странной для числовой системы лотереи 5 из 36, а какая, ну, довольно часто может встречаться, теоретически. Ну, наверное, если у вас есть какой-то хотя бы минимальный опыт игры в эту лотерею, вы можете сказать, что вот эта комбинация 1, 2, 3, 4, 5, ну, наверное, она будет, скажем так, более редкой, чем вот эта комбинация, которая выглядит, ну, вроде как, такой, как бы нормальной. Вот видите, то есть на интуитивном уровне можно предположить. Ну, вот если взять вот такие вот две комбинации, 12, 15, 24, 28, 35 и 2, 7, 15, 23, 34, то вот так интуитивно, честно говоря, ответить на этот вопрос уже будет сложновато. Ну, какая из них? Ну, трудно сказать. Ну, и та, и та вроде нормально. Так вот, чтобы иметь возможность не просто интуитивно как-то прикидывать, какая комбинация будет более редкой или странной для числовой системы данной лотереи, а чтобы иметь такой хороший инструмент научный, да, который позволяет взять цифры комбинации, вбить их в какие-то условные ячейки, да, и получить значение индекса, который покажет, редкая эта комбинация или ординарная, частая, да. Соответственно, если она редкая, то не стоит на нее ставить. Если она выпадает в спектр комбинаций, которые выглядят как нормально для этой числовой системы, на нее нужно ставить. Итак, переходим к алгоритму. Что же это за алгоритм и что нужно делать, чтобы сделать такой индикатор? Первый шаг. Необходимо обязательно найти достоверный архив тиражей нужной. В нем должно быть как можно больше тиражей. Это даст возможность получить надежную статистику. Другими словами, если в архиве менее 1000 тиражей, то, скорее всего, лучше взять другую лотерею для анализа, поскольку может не хватить просто достоверной статистики. И дальше мы берем этот тираж. Вот вы видите, как... Берем этот архив, вы видите, как изображено здесь. Здесь числа не упорядочены. Они в том порядке, как они выпадали. И мы делаем очень важный первый шаг. Мы упорядочиваем эти числа. То есть расставляем их в порядке возрастания. То есть здесь будет уже не 30, 31, 22, 23, 35, а 22, 23, 30, 31, 35. Вот это очень важный шаг, который необходимо сделать. Что нам это дает? Почему так важно это сделать? Важно помнить, что по теории вероятности все числа в интервале от 1 до 36, на примере лотереи 5 из 36, они обладают равной вероятностью выпасть. Поэтому совершенно бессмысленно отслеживать частоту их выпадения. Если количество наблюдений велико, то все числа будут выпадать с примерно равной частотой. Разница будет только на каких-то маленьких дистанциях, но она не будет принципиальной. Она ничего не дает. Но ситуация принципиально меняется, если мы упорядочиваем числа по возрастанию в архиве тиражей. В этом случае мы получаем 5 независимых каналов распределения чисел. Для удобства назовем их латинскими буквами. А, Б, С, Д, И. Вот вы видите в таблице, да? Они представлены здесь. Каждый из этих каналов начинает характеризоваться собственным набором чисел, то есть диапазоном чисел, которые есть в этом канале, и также собственной частотой, с которой эти числа там встречаются. Другими словами, числа перестают быть для нас просто равновероятными и безликими. В зависимости от того, в какой канал число в тираже попадает, первый, второй, третий, четвертый или пятый, то есть какую позицию оно в комбинации занимает, это число, да? Оно наделяется разным значением или весом в комбинации. Другими словами, например, число 9 в канале А, то есть в первой позиции, и число 9 в канале Б во второй позиции будут иметь разный вес в числовой комбинации, поскольку вероятность их выпадения в первой и второй позиции, скорее всего, будет отличаться. Ну а тем более, например, число 23 во второй позиции в канале Б и в четвертой позиции, то есть оно может выпустить там и там, но его вес, то есть вероятность, с которой оно выпадает здесь и здесь, будет совершенно разным. Вот для примера привожу вам вистаграмму, то есть график распределения чисел без предварительного упорядочивания. То есть, например, мы берем первый столбец неупорядоченного архива, то есть архива, где числа расположены в том порядке, как они выпадали. Вы видите, вот картина, как все числа приблизительно находятся на одной линии вообще. Единственное, что выдается немного 1 и 2 по каким-то причинам. Числа 1 и 2, видите, как чаще, почти в два раза выпадали. Но все остальные числа находятся приблизительно на одном и том же уровне, и на больших дистанциях, когда много тиражей, вот эти значения, они стремятся к некому среднему такому числу, который будет плюс-минус у всех чисел одинаковый. То есть, еще раз, подтверждается, что у всех чисел одинаковая совершенно вероятность выпадать. И для примера также берем пятый столбец. Это был первый пятый столбец неупорядоченного архива. Вы видите, что картина приблизительно та же самая. То есть, никакой информации отсюда мы для себя подчеркнуть практически не можем. А теперь посмотрим на распределение, как выглядит распределение первого канала, канала А, если мы эти числа в архиве упорядочим. Вы видите, что в данном случае мы видим совершенно другую картину. Обратите внимание здесь и здесь. Здесь вот первый канал, вот оно, и вот тот же самый первый канал. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что диапазон чисел, которые выпадают в первом канале, он, ну, как бы ограничен, да? То есть, вот, например, от единицы до, там, наверное, 29 или 30, да? И вы видите, что чем дальше мы уходим от единицы в эту сторону вправо, тем значимость этих чисел, то есть частота их выпадения, она тоже падает. И практически, вот, например, число 29, ну, крайне редко его можно увидеть в первой позиции, то есть в канале А. А число 1, наоборот, это максимально частое число, которое выпадает в первую позицию. Итак, нам нужно построить такие графики, будет для каждого из пяти каналов, для А, Б, С, Д и Е. Для этого просто необходимо по оси Х отложить все числа, которые есть в данной лотерее, в конкретном случае это числа от 1 до 36. И по оси У у нас будет частота встречаемости этих чисел, то есть как часто они выпадают в этой позиции. В результате получается некий профиль, который будет характеризовать тип распределения чисел в каждом конкретном канале. Итак, вот, я это сделал заранее. Вы видите, эти графики, 5 графиков, отражают 5 типов распределений в каждом из пяти каналов. Вот известный вам уже график распределения канали А, канал Б, видите, какая формула, совсем другая, да? Канал С, тоже совсем другая форма. Канал Д, канал Е. Что здесь интересно, да, на что вам стоит обратить внимание? Ну, во-первых, вы видите, что диапазон чисел в каждом из каналов, он будет отличаться, да? То есть с какого числа начинаются числа, которые выпадают в этом канале, и какого числа, по которому они заканчиваются, да? Вы видите, например, в канале Б никогда не выпадает единица, да? Ну, это понятно, в общем, это логично. Так же, как в канале Д никогда не выпадает, например, 36, да? Ну, с другой стороны, например, число 2 не будет часто выпадать во втором канале. А максимально часто здесь будет выпадать, например, число 8, да, или 9. Ну, мы сейчас дальше об этом подробно, в общем, поговорим. Но сейчас нужно обратить внимание просто, что вот диапазон разный. И второе, что они симметричны, то есть они дополняют как бы друг друга. Смотрите, первый канал, вот пятый канал, да, то есть крайняя позиция в комбинации. Они симметричны, то есть как будто здесь есть зеркало, и один канал является отражением другого. Да, очень интересно. И канал С, он вносит как бы такую другую форму, вообще не похожую ни на одну из другого. Он как бы уравновешивает два, лево и право, да? Вот такие вот формы интересные получились. Для тех, кто интересуется, в принципе, графиками распределений, вы можете почитать об этом подробнее в разной литературе, ну, в частности, в Википедии. И вы увидите, что вообще в науке различные вот эти формы графики распределений чисел, они имеют различные названия. Ну, например, распределение в канале А наиболее всего напоминает так называемое экспоненциальное распределение. Распределение в канале Б наибольшей степени походит на так называемое гамма-распределение. И, например, распределение в канале С больше всего напоминает нормальное распределение. Это для тех, кому интересно, вы можете найти литературу по этому поводу и погрузиться в это еще глубже. Итак, мы сегодня завершаем. Что будет в следующем видео? В следующем видео мы рассмотрим, как использовать информацию о числовых каналах, которые мы выявили, что это нам может дать. И рассмотрим дальнейшие шаги алгоритма создания индекса редкости комбинации. А пока подписывайтесь на наш канал, делайте репосты, ставьте лайки, заходите на наш сайт. Это qrecar.com И до встречи!